Посол США в России Джон Салливан был внезапно вызван в МИД РФ в связи с тем, что США пытаются влиять на российские выборы. По заявлению конюшни Лаврова, у России якобы есть железные доказательства того, что технологические гиганты США нарушили российское законодательство накануне будущих выборов. Вероятно, речь идет о требовании Роскомнадзора касательно доступа к сайту «Умное голосование». В документе российского МИД указано, какие именно компании нарушили законы и как. В МИДе подчеркнули, что вмешательства во внутренние дела страны являются абсолютно неприемлемыми. Что можно сказать по этому поводу? Только одно. Данное заявление Москвы является чистой фикцией. Причин для такой реакции МИДа несколько и ни одна из них не связана с реальным вмешательством в выборы. Во-первых, российские да и американские власти знают, что будущие выборы будут полностью сфальсифицированы. Ни о каком влиянии извне не может быть и речи, потому что победу одержат давно известные персонажи. Именно поэтому российский МИД лукавит с тем, что кто-то пытается вмешаться в выборы. Зачем вмешиваться в то, результат чего известен заранее? Главная причина заявления кроется в другом. Если мировое сообщество пойдет на непризнание данных выборов, российские власти всегда могут указать на главного виновника в нелегитимности выборов, заявив о вмешательстве США. Другими словами, Россия ищет крайнего, если результаты выборов по какой-то причине не удовлетворят мировое сообщество. Известно, что население оккупированных территорий Донбасса и Крыма, которое не имеет по международным законам права на подобное вали изъявление, активно задействует в будущем избирательном процессе через удаленную систему умного голосования. Если участие нелегалов в выборах вскроется официально, Россия может преподнести это как вмешательство США в избирательный процесс. Для этого РФ и готовит почву подобными вызовами посла и заявлениями о влиянии США. Еще не состоявшиеся выборы в Госдуму по многим аспектам сталкиваются с огромными проблемами с легитимностью и признанием избирательного процесса на Западе. России при всем ее величии нужно как-то оправдываться. В Кремле уже заявили, что рекордно низкая явка, которую прогнозируют все опросы, не повлияет на легитимность выборов. Другими словами, Кремль отсекает любые возможные претензии к выборам. РФ не допустила представителей ни одной международной организации к наблюдению за избирательным процессом, а также закрыла программу трансляции выборов для россиян. Все это настораживает западные страны, и в Европарламенте уже выступили с заявлением, что Евросоюз должен быть готов не признавать парламент России и рассмотреть при остановлении ее членства в международных организациях с парламентскими ассамблеями, в частности, в парламентской ассамблее Совета Европы, если выборы будут признаны сфальсифицированными и проведенными в нарушении демократических принципов и международного права. В итоге все будет зависеть от реакции населения на результаты. Если вспыхнут масштабные протесты, власти России поступят с результатами выборов в Госдуму, как Лукашенко в Беларуси с президентскими, признают вне зависимости от реакции Запада и, вероятно, получат новые санкции и пинок под зад из международных организаций. Если протестов не будет, это станет четким сигналом Западу, что пипл схавал и фальсификации, и нарушение международного права. В таком случае реакция будет зависеть от политической воли руководителей ЕС и США.